Привет, зрители! Сейчас будет маленький ролик, посвященный моим парфюмам на декабрь. Я тут что-то ими прониклась, они так круто на зиму, у нас уже как бы типа зима, раскрылись, это у нас дали. Не помню название, коробочка где-то лежит, губки. Дарил кто-то из зрительниц. За что спасибо? Дали губки, раскрылись на мне лотосом. У меня было как-то эфирное масло лотоса, я ещё делала на основе эфирного масла лотоса какие-то самопальные духи, может они у меня есть, может кому-то я в своё время их подарила, может они сами куда-то ушли, ну мало ли. Ну короче, я шла-шла и думаю, блин, так пахнет обалденно, знакомо так лотосом. А я ещё что-то над себя надушилась, потому что у меня, хоть оно уже было в пустых баночках, ну вот оно ещё лежит тут, оно закончилось, это вот Диорп, Пур Пойзен. И я открыла эти, достала, ну в смысле как периодически ими юзала, ну тут они закончились, духи стоят, они вроде на ноябрь были заявлены, потому что они у меня на полочке стояли, не убирались на тумбочке точнее. И я, значит, думаю, надо это, хоть их что-ли поюзать. И внезапно они мне так зашли, что я пришла домой и ещё себя так прилично полила ими. И даже полила в каком-то месте, чтобы просто вкусно пахло. В общем, они у меня будут на декабрь заявлены, может будут в пустых баночках. Ещё на декабрь у меня будет и Мария. Я не помню, кто мне дарил из девчонок, из вас подписчицы. Не говорю подписчики, потому что мужа с колополом мне вроде никто особо дохов не дарил. Но подписчицы – да. Я не помню, кто. Поэтому просто спасибо дарителю. Это у нас и Мария Эйвен. Я помню, что я свою первую и Мария я заюзала, когда у нас случилась поменяшка с блогершей Алена О. Она тогда называлась, по-моему, Алена Овсянникова. Я не знаю, ведётся она сейчас канал или нет. В общем, я тогда у неё увидела и Мария на фотке и захотела попробовать. Она мне очень понравилась. Потом мне лёлечка дарила и Мария разные ароматы. Может быть, это лёлечка и дарила. И поэтому, в общем, у меня вот эта вот повторка такая и Мария. Я помню, я что-то так руку сунула, оно в коробочке было. Но в коробочку я тоже отправила уже к братцам, в смысле, насажение в пакет, в сад. Чтобы место не занимало. Я достаю, думаю, что за коробочка. Открываю, нюхаю, прыскаю на себя и понимаю, что оно мне очень нравится, и что оно мне очень нравилось. И я вообще про него забыла, я кайфовала от него. И я решила, что оно вполне себе сойдёт на декабрь. Вот, и Мария. Я не говорю, как оно пахнет, да? Я уже сегодня прыскалась. И я как запрыскалась, я поняла, чем оно пахнет. А сейчас не могу передать. Ну, в общем, и Мария, и она вот такая классическая. Там ещё есть разновидности и Мария. Вот это вот та самая классическая и Мария. И ещё вот это точно помнишь, что это от подписчицы Лёлечки. Это Феерик Сенсуэль от Фаберлик. Оно у меня весь велосезон ездило в сумочке велика для отпугивания собак, потому что очень удобно снять крышечку и прыснуть вот так вот. Ну, в одну сторону, когда я ехала, там стабильно была какая-нибудь собака, а иногда человек с этой собакой, который это натравливал на велосипед, на меня в том числе. Я как-то ехала, правда, уже на велике. Вот у меня случилось, что спустилось колесо там или цепь. Я уж не помню, что-то с великом было, но я ездила выдры на велике тёти, и, соответственно, и на меня через всю дорогу прямо по проезжей части набросилась собака прямо на полном ходу, а велик был без скоростей, обычный велик. Ехать было проблемно, и я так пожалела, что у меня в том велике остались эти духи. Ну, короче, это не потому, что мне не нравился аромат, просто их удобно держать в руке ещё. Мне нравится довольно аромат, но, в принципе, мне они именно за велосезон пару раз от силы пригодились, а там пара пшиков, одна собака была понятна, левая. Я не против собак, если они меня не трогают. Видео посвящено ароматам, я про собак говорю. Короче, этот... Но оно у меня было заявлено на ноябрь, я пару раз им пользовалась. А теперь оно у меня заявлено на декабрь, но я думаю, блин, у меня тут на полке, на тумбочке ещё какие-то духи были, которыми я хотела поюзаться, но юзалась в основном Пурпойзен от Дион, Диор. И этот самый, думаю, а чё тут рыться в этой полке, искать какие-то другие духи или ещё что-то. Стоят, вот, ну, жрать не просят, можно же их заюзать. Я решила, что они тоже будут у меня на декабрь. Вот трое таких духов. Двое Эйвен, одни от Дали. И все от вас, дорогие зрители, за что вам спасибо. И вот такой у меня маленький обзор парфюмок. Если вы чем-то подобным пользуетесь или собираетесь в декабре, поделитесь в комментах. Ну, можете поделиться в комментах тем, чем вы обычно пользуетесь, если она отличается от моего выбора. Если захотите поддержать мой канал, вот здесь вот будет облачко с информашкой и ссылка в инфобоксе. Всем спасибо и пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!